В художественном музее Арт Донбасс состоялось торжественное награждение победителей конкурса изобразительного искусства созидательница Мария Тинишева в русской культуре Серебряного века, организаторами которого стали Смоленский музей-заповедник совместно с музеем Арт Донбасс. Нам приятно было, что обратившись к нашим коллегам в Смоленский государственный музей-заповедник, мы не просто начали наши контакты в научном плане, но и нам предложили стать соорганизаторами ежегодного конкурса, который проводится в Смоленске. На протяжении почти трёх месяцев более 150 юных художников вдохновенно трудились над созданием конкурсных работ. Все 150 работ представлены с 6 мая в музее-заповеднике. Было очень красивое торжественное открытие с Марией Тинишевой, которая вручала награды. Я вас всех поздравляю сердечно с этим праздником. Это так великолепно. В этот солнечный день открылась эта выставка, которая объединила и сердца, и творчество, и таланты многих-многих детских сердец. Это прекрасно, что именно Смоленщина наш музей-заповедник взял на себя такую роль объединить и деток Донбасса, и смоленских наших творческих, даже детские творческие силы. Посмотрите, какие прекрасные работы. Сколько фантазии, сколько творчества, сколько таланта. Вы просто молодцы, что вы откликнулись на это, я считаю, гениальное такое предложение и проявили свою фантазию. Тут у нас Тинишева во всех, во всех ее ипостазиях. Конечно, для нас это такой своеобразный опыт, потому что обычно мы выступаем организаторами и хорошо знаем тему, предмет о том, что будут писать дети. А здесь, конечно, мы были восхищены, потому что можно увидеть по работам. Никто из дончан не бывал на Смоленщине, но в их работах настолько ярко и четко прописаны костюмы, быт, архитектура того времени, что действительно восхищаешься таланту и грамотности педагогов, которые очень внимательно и правильно отнеслись к этой работе. Марию Тинишеву современники называли гордостью всей России. Вся ее жизнь была посвящена служению русскому искусству, отечественной культуре. Ее деятельность была очень разноплановой. Начиная с создания школ, музеев, собиранием коллекций и заканчивая созданием уникальных эмалевых произведений, получивших высокую оценку ее современников. Мы для себя открыли впервые имя этого замечательного сподвижника русской культуры, которая проживала в 19-м столетии на Смоленщине и очень много сделала для сохранения культуры России. В этом конкурсе из Донецкой Народной Республики приняли участие более 30 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Работы такие яркие, своеобразные. Конечно, школы отличаются. И вот будучи членом жюри, конечно, уже по руке наших школ, наших учеников, узнаешь какие-то школы Донецка, Макеевки, Снежного. Я хочу сказать, что это очень был мощный конкурс. Все работы очень хорошие с точки зрения композиции, потому как педагоги, которые вели вот этих детей, считаю, надо отдать должное этим педагогам. Они в них развивают мышление в этих детях, заставляют умыслить уже с самого раннего детства. Все участники сумели продемонстрировать яркую образность, изобразительную свободу, неожиданные повороты мысли и богатство фантазии, оставаясь при этом детьми с собственной манерой видеть, думать и чувствовать. Победители и участники конкурса были отмечены грамотами и подарками. Мне очень понравилось ее творчество, как она рисовала, как она вдохновляла других детей, людей, и, в общем, заниматься творчеством. И я захотела поучаствовать в этом конкурсе и нарисовала музей с детей, где она проводит экскурсию и показывает детям свое искусство. Мне очень понравилось, я вдохновилась рисунками, которые были сделаны в самом музее. Мне очень понравились сами экспонаты. И я рисовала около трех-четырех дней. С помощью чего? С гуашьей, кисточек, красок. Я получила гран-при, и мне очень понравилось, что мне далась такая возможность поучаствовать. Я очень благодарна за этот шанс. Я нарисовала работу, которая называется «Мария Тинишева» в технике линер. Мне очень понравился этот конкурс, потому что он нас учит не только рисовать, но и дает нам знания о истории России. Я изобразила Тинишева со своими работами в черно-белой графике. Я рисовала ручкой. Иногда бывало, что я выделяла что-то маркерами. Вообще мне очень понравилось рисовать эту работу, так как я ее рисовала в первый раз. Я заняла второе место. И мне достаточно понравилось, потому что я рисовала в первый раз в этой графике. И это как бы нормально. Я хочу сказать, это мыслители. Это уже художники. И будущее у них есть, у этих художников. И кому-то отдать почтение было очень сложно. Но где-то жюри, которые поставили высшие первые места и гран-при, единогласно. За такой короткий срок дети Донбасса смогли настолько глубоко проникнуться темой и представить такие интересные, со смысловой и с художественной точки зрения работы. Нашим учителям, которые, несмотря на эту сложную обстановку, все-таки проработали и дали вот такой замечательный результат. Благодарим наших коллег, которые, я думаю, что это не первый и не второй будет конкурс. У нас будет очень интересно многих программ. И нужно сказать, что свой конкурс по Пушкину, я памятник себе, и выставку мы откроем 7 июня в Смоленском государственном музее-заповеднике. Вот такие наши планы и такое содружество между музеями.